I have ways of blowing things off Так как игра у меня куплена в стиме, но стим не представляет ничего такого, пришлось воспользоваться сторонними наработками Почему мы начали отсюда? Есть одна причина, давайте продолжим Вот наш бравый корп, и вот здесь вот те самые плюсики Знаете, эта игра продолжает меня удивлять, вещи настолько неочевидны, то есть плюсики существуют Но они никак не подсвечены, ничего, и вот то, что мне правильно указали, что я на них не нажимаю, надо бы нажать Я нажал и немножечко подофигел, тут есть выбор умений на каждый из этих плюсиков Давайте сейчас вкратце посмотрим Я так вот просто взглядом окинул, я еще не читал, не смотрел Давайте, возврат, немедленное продолжение удара с изменением его направления Проблема еще в том, что я довольно-таки плохо до сих пор разбираюсь в боевке этой игры Поэтому я могу сейчас накосячить Финт, ложный замах и быстрая повторная атака Отражение, отказ от атаки и быстрое парирование Кстати, звучит полезно А, еще, кстати, не все открыты, да Ответ Быстрое продолжение атаки после парирования Я и парировать-то еще не умею, не научился Так, давайте то, в чем я не уверен Я сейчас не буду трогать, прокачивать Вы мне в комментах напишите, что лучше сделать Ну, не то, чтобы я сейчас что-то поставлю, что-то нет Но там, где я не поставлю, ребят, вы пишите мне, не стесняйтесь Я буду рад советам Это, ну, опять же, есть разница между спойлерами и советами Спойлеров я не хочу Но советам я буду крайне рад Потому что игра, на мой взгляд, пока что очень сильно запутанная В хорошем смысле слова Так, парирование в броне Двигайтесь быстрее, невзирая на тяжесть доспехов Звучит как хороший скилл Но у нас пока что нету тяжелых доспехов И я даже не уверен, когда они нам встретятся И я пока что не знаю, как он будет двигаться в тяжелых доспехах Насколько это все будет плохо Отклонение Активно защищайте пробелы и слабые места в броне Это, кстати, интересно Уверенность в своей броне позволяет вам не прерывать атаки, получая удары Тоже звучит неплохо Щиты Итак Контратака Резкий ответный удар после блокирования Это будет происходить автоматически? Если да Продолжайте атаковать Принимая удары на щит Вот это я бы, наверное, поставил У меня есть второй сет Он со щитом, пусть маленьким, но щитом все-таки Я думаю, что надо будет активнее пользоваться щитом в будущем Отражайте больше ударов, пока рука со щитом не устанет Вот еще в чем фишка Рука не устанет Где у меня индикатор усталости руки? Или это мой общий индикатор усталости? Короче, посмотрим Мобильность Носите самые громоздкие щиты Легко и непринужденно Это опять же к сету тяжеляка Потому что если мы выберем тяжелую броню И чтобы мне легко двигаться И тяжелый щит, чтобы с ним легко двигаться Вот это, кстати, были бы хорошие навыки И концентрация Кстати, оно так, смотрите Прячется, его вроде нет И вот колесико можно прокручивать Так, поддержка Продолжительные заклятия требуют меньше средоточия Я вообще не знаю еще, как заклятие делать Я еще не добрался до этого Я вообще умею делать заклятие? Давайте с этого начнем Сохранить Да, кстати, ребят Насчет магии Насчет того, что здесь происходит Скажите мне, пожалуйста Я просто сейчас ничего не умею? Или я просто Еще Ну, как бы Мой персонаж ничего не умеет? Или я лично ничего не умею? Как пользоваться магией? И есть ли у меня магия сейчас? Пожалуйста Скажите мне насчет этого Потому что очень много наслышано магии Но это Опять же, жду ваши комменты Тут надо разбираться Я боюсь лезть в интернет и смотреть гайды Потому что я боюсь каких-то откровенных спойлеров Я чувствую, что здесь очень крутые повороты есть Я хочу аккуратненькие намеки, аккуратненькие подсказки Ребята, если вас не затруднит, пожалуйста Сохраните здесь действие силы при выполнении других задач Постоянное заклятие требует меньше средоточия Кстати, наверное, вот это вот Звучит неплохо Вы можете быстрее восстанавливать средоточие Вы меньше отвлекаетесь ли Или Прерываетесь при чтении заклятия Кстати, тоже неплохо звучит Сила воли Так, ладно Давайте что мы сделаем Ой, и чьи проницательность И концентрация У-у-у Слияние объединяет эффекты сил Эм... Разных школ У-у-у-у Учитесь, наблюдайте Наблюдая и запоминаю Это что ли больше xp Я буду как-то... Вот это звучит тоже очень интересно Делает более эффективные повторения того же навыка Привращает эффект в более... Блин, короче, все, что насчет магии, я не трогаю. Насчет щита. Я, наверное, продолжать атаковать, принимаю удар в щит. Я вот это вот поставлю. А, можно было всего лишь один выбрать. Хе-хе, черт. Я думал, в каждом можно один выбрать. Или да. А, да, просто плюсики поисчезали, но... Или я просто переставлю сейчас, если... Уверенность в своей броне позволяет... Да-а-а, я просто переставляю один и тот же навык. М-м-м... С другой стороны, я его не трачу. Хорошо, тогда я ставлю вот этот. Опять же, ребят, все свои мнения, все свои высказывания, пожалуйста, в комменты. Я буду рад прочитать, рад услышать. Мы пока продолжаем. Также. Э-э-эр. Это у нас быстрая смена оружия, это то, что я искал в прошлый раз. Хе-хе-хе. Наконец-то я удосужился сходить в комментарии и посмотреть. Ну, не в комментарии войти, я уже с комментариями немножечко заглючился. В настройки посмотреть, что это R. Потом, естественно, не вот эта вот комната со столовкой была, а вот эта. Я чуть-чуть запутался в прошлый раз. В-третьих, я без понятия, куда нам сейчас идти. Ну, в смысле, у нас есть карта, но куда мне надо, где моя точка? Мне вот сюда на выход. Если сюда, то это вот так пройти, если там все открыто. А если не сюда? А если я сейчас пойду сюда, то я как-то заблужусь нафиг. Давайте я пока карту подержу открытой. Теперь, насчет боевого режима. Есть вот этот вот удар. Я не ходил на полигон. Есть вот этот. Так, стоп. Я же только что с замахом делал, да? Можно отступать, можно бить, короче, ладно. Проблема управления на кнопках, потому что я вам уже говорил, что кнопки, ну, если ты нажимаешь вперед, он будет идти вперед. Когда я нажимаю W, я ожидаю, что он пойдет вверх, а он идет вперед. Поэтому меня это очень часто путает. К сожалению, с кнопками у меня пока что не очень ладится. Во-первых. Во-вторых, спасибо, чувак, который в прошлый раз откомментировал, который, типа, надо шевелиться, надо лучше драться. Я очень ценю твои советы, чувак, но пойми, пожалуйста, такую вещь. Я очень пока что плохо дерусь, и я пока что больше рассчитываю на тайминги. То есть я рассчитываю скорость, с которой ко мне подойдет моб, и скорость моего замаха. И исходя из этого, я рассчитываю, какой удар мне нанести. Поэтому двигаться для меня пока что... Я понимаю, что чисто теоретически это лучше и правильнее, но мне пока что трудно так поступать. Это в том-то и дело, что это полностью мой косяк, я это понимаю. И буду стараться исправиться. Но не все, к сожалению, и не сразу. Спасибо всем тем, кто... Опа, это я могу дергать. Значит, я это могу дергать. Надо потом посмотреть, что это делает. Спасибо всем тем, ребят, что... Вы такие терпеливые и всяк такой. Я знаю, что я нубас. Я вот только открываю эту игру. Вы тут уже такие мастера, вы много чего знаете. Поэтому я и говорю, что я очень ценю ваши подсказки. Но... Будьте потерпеливее к моим затупам, потому что они будут. Это... Вылези, пожалуйста. Ну, как я сюда зашел и... Ты издеваешься? Он сюда зашел и не хотел выходить. Нормально. И плюсик, который появлялся здесь, это, видимо, были скиллы, доступные для прокачки. Я вас понял. Хорошо. Я стараюсь все прокликивать, все нажимать. Кстати, содержание прошлого письма, которое я вам сказал, что я вам, если что, прочитаю, оно было о том, что призраки... Это как вообще? Это крематорий, типа? А, сюда можно кого-то заманить. Смотри, в чем прикол. Сюда можно кого-то заманить. Это не то закрылось. Что-то где-то закрывается. А это что закрывает? Да пройди, пожалуйста. Ха-ха-ха. Интересное кино. Хорошо. Это поджигает. Вот эти вещи что делают? Там что-то где-то... Блин, я опять карту-то закрыл. Я молодец. Хорошо. Я сейчас... Карту я закрыл, потому что с ней чертовски неудобно ходить. Я прошел по длинному коридору, да? Из этой комнаты. Стоп. Если это комната, то здесь должен быть проход в эту сторону. Но его нету. Значит, это не эта комната. Просто я других овальных комнат здесь не вижу. Мне кажется, что вот это была столовка. Вот она овальная комната. Вот он коридор. И тут, по идее, должна быть тоже комната. Но я ее не вижу. Ау. Хорошо, что я не убился об эту штуку вообще. Еж противотанковый. Так, допустим. Тут у нас... Ой, блин. Я уже сразу запутался. Ладно. Тут у нас... Нафиг. Карту пока что она меня путает. Я не уверен. А-а-а. Наручи. Наручи-то я, наверное, аж возьму, да? Они получше, чем те, которые у меня есть. Я не знаю. Ну, давайте я их оставлю здесь. Те, которые у меня были. Я не знаю. Мне, кстати, да, подсказали, что если я играю не за базового персонажа, вот этого неизвестного, а за любого другого, то у меня, скорее всего, не будет напарников. А если не будет напарников, то мне, наверное, и собирать шмотки для напарников незачем. Так, тут у нас этот фигов крематорий, да? И это тоже сжигает, да? Нет. Нет. Просто какой-то рычаг. Я так понимаю, что крематорий нам нужен будет, если мы хотим кого-то заманить, кого-то сжечь, но, на мой взгляд, это будет крайне трудно сделать. Блин, вот это тут комнатка. Хорошо, пойдем. Я себя сейчас крайне неуютно чувствую. И, опять же, у меня вопрос к тому, как мне вылечиться. Я бы хотел, например, но это, квоему, мне нужно найти или какое-то зелье, или еще что-то. Так, я открываю двери, но не захожу туда. Как умно с моей стороны, да? Или зелье, или еще что-то. Как мне поправить свое здоровье? Потому что мне бы хотелось бы. Еще у меня вопрос по хоть каким-либо... Блин, какая у меня тень страшная. Хоть по каким-либо чекпоинтам. Есть ли они здесь? Если меня здесь, например, грохнут, где я начну? Это будет сначала? Это будет ГГшка прямо? Или меня все-таки где-то могут резнуть? Ох ты ж, это... Это выглядит как... Блин, давайте я перед тем, как идти в пещеру... Я не знаю, это или выход, или что-то страшнее. Поэтому давайте я сейчас быстренько тут все облазю. Выйди, пожалуйста. Фух. Он уже второй раз сегодня так застреет. Мне становится не по себе. Если я вот так вот застряну, что со мной будет? Мне придется перестартить игру. Топор. Баланс, режущий. А я не помню, есть ли у меня топор или нет? Да, точно такой же топор у меня уже есть. Хорошо. Насчет карты. Это ж вот этот прямой выход, да? Ну, то есть тут чуть-чуть что-то не совпадало, но вот он, выход в пещеру. Ух, блин, это тень. Я увидел этого чувака просто. Мне сейчас на секунду... Да, это выход в пещеру, и получается, может быть, даже выход с уровня. То есть, если я пойду туда наверх, я пойду дальше блуждать. Хочу ли я это? Хочу ли я блуждать? Да, мне тут, опять же, немножечко намекнули, что тут есть тайны, есть сокровища. Ни на секунду в этом не сомневался. Это я сейчас вот сюда, значит, иду. Надо... Блин. Надо пробовать... Пробовать не теряться во всем этом. Кому сейчас неудобно, кому я сейчас занимаю полэкрана вот этой вот картой и всяким таким, извините. Но... Но, опять же, по карте... Черт. Есть тут... А, но есть тут это маленькое помещение, да. По идее, оно должно быть маленьким, но оно не маленькое. Тут какой-то писарь сидел, но с другой стороны тут есть сундук. А сундук это всегда хорошо. Мы сейчас посмотрим. Тут ничего нету. В сундучке у нас есть... Бутылка. Ну, я очень рад за бутылку. Как мне ее выпить? Мыло. Это... Пестик. Содержимое бутылки давно испарилось. Да. Но эта бутылка не испарилась. Ха. Я не знаю, зачем я ее подобрал. Тут есть еще бутылка. Со свечой в горлышке. Ха-ха. Интересное кино. Почему я не могу... Так. Стульчик. Стульчик у нас идет нафиг. Почему я не могу вот это подвинуть? Это ж корыто. Оно явно не тяжелое. Хорошо. Тут что? Тут тоже какие-то испарившиеся... Может, вот это взять с собой? Со свечой в гор... Блин. Эти необычные вещи, которые я встречаю первый раз. И когда я их встречаю первый раз, мне хочется их тащить с собой. И я не уверен, может ли это принести какую-то пользу в дальнейшем или нет. Давайте посмотрим, что здесь. Просто куча хлама. Что это такое? Почему оно светилось? Стоп. Я не... А, вот. В этой банке есть слабые светящиеся остатки. Ну, я возьму. На самом деле, если оно было припрят... Оп. Сними это. Да сними это с головы. Красавчик вообще. Оно было припрятано. Я так понимаю, что, наверное... Ну, и судя по тому, что оно синее... Возможно... Нет! Смотрите! Меня это подлечило! Опа! Кажется, я нашел ответ на свой вопрос. Ну... Возможно, я сейчас паранойю. Возможно, это не так. Но мне кажется, он мне... Меня это лечит! Даже прямо сейчас! Да! Мы вылечились! Круто! Круто, круто, круто! То есть, я думал, что это был разовый эффект лечения. А оно взяло и меня просто вылечило. Да, ладно. Я думал, что синие банки... Это... Больше на манну. Но... Нет, это хилка. Так, тут какие-то казармы. Книжечка. Вижу книжечку. Книжечка. Всегда хорошо. Мы узнаем что-то новое. Костыли и протезы. О-о-о! А это уже кое-что нам говорит. Окей. Ха-ха! Свиток! Никакого перевода. Они проиграли, они будут жить без своих тел. Они, кажется, полностью привязаны к своим смертным останкам. Это просто потому, что их ум меньше. Я попытался удержать одного из них. Но ничего не осталось, кроме чего-то-то там. Боги... Боги снизу. Что я делаю? Боги снизу? То есть, он какой-то сатане там молится, что ли? Что я делаю? Это ужасно. Иногда это как будто я вдруг просыпаюсь и осознаю, что я наполнен злобой. Как будто я держу эти бедные души и я ответственен за то, что с ними... И я ответственен за то, что с нами всеми случилось. Так. Блин, спасибо за перевод, ребят. О, кстати, тут есть перевод. Деконструкция человечности. Человечности. По-моему, где-то запахло Дарк Соулсом, да? Верните мне человечность. Так. Деконструкция человечности Альдайра Хангса. Ого. Медицинская книга по анатомии человека. В основном содержит сложные диаграммы и хирургические терминологии. В разделе, посвященном мозгу, много подчеркнуто пассажей и обведены диаграммы. Окей, что-то перевели, что-то не перевели. Хочу ли я брать эту книгу с собой? Наверное, нет. Оп, тут полочки. На полочки, наверное, надо заглядывать. Так. Мы выяснили, что вот эти вот бутылки, они абсолютно никчемные. И нам нужна жижа, которая вот светящаяся. Да, все эти бутылки надо повыбрасывать к чертям. Это все бесполезный мусор. Сказал я сейчас, и потом кто-то мне скажет. Нет, чувак, в эти бутылки можно было ловить призрака, что ты наделал, иди забил. Короче, ладно, это я так уже рофлю. Так. Ага. Что-то у меня немножечко в голове смешалось. Один чувак говорит призраки, призраки, призраки. Ну, не чувак, а рукопись. Другое. Исследовал тут всякие проникновения в мозги, лишение человечности. Книга. Опять же, спасибо, что перевели. Крутой русификатор. Не, опять же, ну, он неофициальный, я могу многое понять. Почему это так? Ладно. Длинный список людей, проходящих лечение, так скажем, treatment. А, которые проходят лечение зачастую смертельных ран. Многие из ранений являются укусами и гноятся. Предварительно делаю вывод, что это произошло в результате атаки некоторых животных. А, может, и не животных. Может, чувака... Ой, блин, там какая-то тварь ходит. Ты кто? Свеча, спасибо. Бутылка испарилась. Мне интересно, бутылки с крышками, почему у них испарились содержание. Я, содержание. Бутылка. Бутылки. Хорошо, пойдем. Ты будешь меня атаковать, нет? Будет. Беги! Ух! У него оружие длиннее было, мне повезло немножечко сейчас. Честно, повезло прям. Так. Почему вы такие агро? Агрошкольники, блин. Эта шляпка импульс, режущая, дробящая, колющая. Его шляпка-то получше будет, чем моя. На, я одену, спасибо. На, держи. Тебе нужней. Ну, остальные вещи, как бы, я не вижу смысла сильно проверять. Блин, хорошо он мне этой фигней врезал-то прям. Так, мне кажется, или сейчас агрессивных зомби будет становиться больше. Баланс, импульс, режущий, колющий. Кто-то насадил простой серп на шест. О, это прям сооруженное оружие. Так, ладно. Так, я говорю, мне кажется, или сейчас агрессивных становиться будет больше. Я надеюсь, что нет. Меня вполне устраивали эти мирные зомбяшки, которые там ходили. Прищепка. О, и... Куртка? Это что за... Ладно, перевод просто суперский пока что. Тканая накидка? Нет, спасибо. Ох ты ж... Я потерялся. Это я отсюда... Вошел в эту комнату. Вот эта вот комната, где я читал сейчас, да? Из этой комнаты... Нет. Нет, нет, нет. Это уже вот эта комната длинная, да? Ты из нее попал. Ага, тут просто отхожее место, да? Зачем мне туда? Зачем я открываю дверь сортира? Что я надеюсь там увидеть? Сортир. Все, в принципе, логично. Так, давайте я, наверное, пока что не буду опираться на карту. У меня более-менее в голове сложилась картина, где я сидел. Кстати, вот эти стены дают. О-о-о! До свидания. Я туда не хочу. Эта штука вроде мирная, но мне туда надо будет пройти. Не надо за мной ходить. Я начинаю... Я начинаю путаться, это не очень хорошо. Мне просто интересно, что я вообще здесь ищу. Ответы, выход, что мне нужно? Мне как персонажу, мне как игроку, мне нужны ответы. Как персонажу. Что мне здесь нужно? Просто свалить отсюда, исследовать, найти секреты, что я здесь ищу. Канализация. Лор дается точно такими же порциями, как и в Дарк Соус. Кстати, тут гробы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что за тесачок? Режущий 2. У меня на ноже сколько режущий? Колющий, режущий... Не, не, не. Не, стой, этот конные брюки, тьфу ты. Режущий 2, баланс 3, проникающий. Но я пока что... Кстати, надо будет... Я хотел зайти попрактиковаться в этом... Ну, на арену. И мне предложили там создать нового персонажа. И я на секундочку, честно говоря, испугался. А вдруг это я создаю в принципе нового персонажа. И вот этого моего как-то сотруд... Хотя это было бы крайне нелогично. Но вот тоже подскажите мне в комментах, Могу ли я пойти, например, на арену, Создать там персонажей, Чтоб с моим нынешним персонажем Вот этим ничего не сталось. Потому что... Я уже довольно много прошел, И мне бы не хотелось потерять этот... Особенно после того, как... Ну, потерять... Ну, не то чтобы уровень, А все то, что я прошел. Особенно после того, как я вылечился, Мне особо захотелось жить дальше. Не знаю почему. Так, тут, видимо, или... Ну, вряд ли отпевали это. Скорее, вот какая-то алхимическая лаборатория, И там крематорий. Крематорий, покусанные люди... Стоп, 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 стоп. А вот здесь вот... Я это не могу никак подвинуть. Это из крематория вышла... Из скриматория вышла вот та вот зомбя, Которая на меня пока что не напала. Чему я несказанно рад. Пожалуйста, не убивайте меня сейчас. Дайте я карту... Блин, плохое место выбрал для карты. Значит, вот это вот комната... Та-та-та-та-та-та. А вот это вот у нас крематорий. Зачем я иду вглубь? Дайте мне, пожалуйста, ответы. Зачем я иду вглубь? Что мне здесь надо? Мне кажется, что начал я вообще... Где-то, наверное, вот здесь. Значит, есть какая-то... Что-то здесь. Я, в общем, не знаю. У меня сейчас мучают сомнения. Пойти мне сюда? Или пойти вот сюда вот на выход? Я так понимаю, что все-таки вот здесь Это будет выход с уровня. Давайте я еще немножечко пройдусь вперед. И... Ага. Это ориентир. Это ориентир. Вот эта комната. Вот я сейчас здесь. О-о-о. Зампоящик. Я тебе не интересен. Мне... Знаете, что... Что стало вдруг интересно здесь? Обозначена эта колонна. Вот она, точечка в центре. Почему в этой вот... В этом вот овальчике Не было обозначено Те две колонны, Которые там были? Или это опять же был не... Ну, скорее всего, Это все-таки был он. Это интересно. Ладно. Очень печалько, что я не могу карту. Наверное, знаете, Что я сделаю на следующий раз? Увеличу карту. Давайте мы вот так вот сейчас Вот тут вот обойдем. Я не полезу сюда. Мы сейчас вот так вот с вами Попробуем обойти И вернуться в подземелье Вот таким образом Если нас не убьют Я, наверное... Вот этот скрин карты, Который я сделал Я его... Да, тут длинный коридор С проходами, серьезно? Так, пока что убираем Я, наверное, скрин этой карты Закину себе на телефон Чтобы я мог ее увеличивать И менять масштабы И всякое такое Я буду разбирать завалы Потому что мне кажется, что в этом есть смысл Там может быть какой-то лутецкий Вот как я эту бутылку с хилочкой нашел Вообще просто Случайнейшим образом По крайней мере, теперь я знаю, чего искать Как оно выглядит Спасибо, игра Так, инфу тоже, пожалуйста, убери Пока что Можно пойти сюда Но зачем? Мне, в принципе, в другую сторону А, тут и прохода нету Все хорошо Не знаю, почему-то такие вот Маленькие тупички меня радуют Типа, ну и ладно Так Ну-ка, пойдемте-ка дальше-ка Вот сюда-ка, например-ка Закрытая дверь До свидания А мне же Блин Знаете, карта это зло Карта это зло Ох Он меня убьет сейчас Убил Еще и нанес Блин, вот Да, я побежден Спасибо, я это заметил Пол хп-шки мне снес И он тут же на меня начинает наезжать опять Да я не встал еще Ну что ты делаешь Нет, ну это вот, короче, сейчас было Офигительно плохо Ну я же не встал еще Ну как Офигительно плохо 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 ну как бы до его убил на что мне это стоило а вот у меня появилась полосочка со щитом все я понял где мой факел или мне но он же мне теперь он не туда вот он тут нет это другой зомбарь это другой зомбаре не того убил этот злобный он здесь все время был то что такое да ну нет почему продолжаете возле него воскрешать но я постоянно добивает что я сделаю блин как тупо мое путешествие это закончилось офигеть почему прошлого с берданкой я так вот быстренько зафигарил и все так то есть выход прям выхода а продолжить это что с целыми жизнями откуда серьезно это а это кухня этот момент был чекпоинтом ух ты ж и это я еще не нашел ни кольчуги ничего не карты давайте тогда в ту сторону я уже не пойду давайте быстренько по окей зато мы узнали что здесь есть чекпоинты и иди сюда я закрою дверь пока что за собой так да это у нас эти сапожки похуже чем мои да это я помню ух значит все таки некоторые чекпоинты здесь есть это неимоверно радуется просто несказанно кольчужный жилет то его я одеваю это вроде как нет появился тогда такой вопрос стоит ли мне на втором оружии таскать двуручные против вот таких вот я понимаю что это в к не трогай меня я тебя не трогать и ты меня не трогай все короче себя дверью приложил нормально да тут все та же самая карта лежит шлема на этот раз на мне нету но тут такое по мелочи на самом деле топор длинный меня чувак убил потому что у него было длинное оружие тут у меня кстати булава тут это нет но не его наверное возьму импульс огромный баланс этот но топор будет поудобнее чем просто палка махать мне кажется но он двуручный да он двуручный пойдемте тогда карту я получил я по моему даже помню как отсюда уходить но на на мне сюда я блин я уже не помню что мы тут нашли тогда такого кроме карты карту я очень сильно запомнил потому что она является очень таким ярким воспоминанием еще с прошлой серии да вот тут сейчас будут эти овальные овальный зал с двумя колоннами так а и у нас да не прокачиваешь навык в принципе он у нас был ну такой давайте мы его потом прокачаем я помню что он есть я вижу что теперь что мигает плюсик при следующей загрузке его прокачаю ого слышите давайте попробуем так а вот это кстати она нам закрывала наверное да иди ты свободен лети птицы я понял вот эти штуки они нам блокируют двери то есть двери мы можем открывать закрывать вручную но вот эти штуки они нам именно блокируют двери хочу ли я идти в крематорий это чё серп деревянный кол и можно драться хочу ли опять идти в крематорий чтобы подобрать все эти записки мы их с вами читали видели проблема в том нужны ли они нам для сюжета как-то это повлияет или нет давайте тогда теперь сходим в эту сторону посмотрим выход это с уровня или не выход просто проверить раз у нас есть определенный сейф уже то давайте сбегаем глянем а то уж как-то интересно ну ну и тут есть да тут смотрите по карте я на секунду испугался что не взял ее по карте мы нас с вами грохнули где-то вот в этом коридорчике я рассчитывал пройти вот так вот и выйти с этой стороны сверху но поскольку ту сторону мы посмотрели исследовали ой молодец ты блин я не знаю насколько это может быть выход если я совсем не уверен нужно ли мне сюда мы погибли что это то есть а кстати вот здесь теперь я вижу здесь у нас в менюшке теперь появились вот эти синие баночки хил очки а так да 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 продолжим блин опять с того же момента подбирать карту ладно тому пойдемте пойдемте это вот так это мне не надо гамбез вот кольчужный жилет мне тут нужно да блин не ты мне нужно подобрать две вещи мне нужно кольчугу подобрать и мне нужно так рубашечку я наверное здесь и оставлю мне нужно кольчугу подобрать и мне нужно подобрать карту собственно зачем я здесь до сих пор тусю и зачем я сюда постоянно возвращаюсь ну и хорошо что сохранение относительно недалеко здесь было так это я заберу тут у нас вспомним ничего не было а кстати да там же у нас была хилочка наверное все таки стоит сейчас пойти туда подобрать эту хилочку поскольку здесь замесом не удалось теперь избежать то просто иметь у себя целую хилку наверное это круто то что мне не нравится пока что и очень сильно не нравится это то что ты теряешь сознание приходишь обратно в сознание возвращаешься и этот же чувак который тебя убил он до сих пор здесь же он никуда не ушел он тебя ждет все хорошо все нормально как только ты начинаешь вставать я тебе помогу ты меня не трогай я тебе помогу и все нормально у нас с тобой будет как только ты начинаешь вставать он начинает тебя тут же молотить и в общем то это все ггшечка то есть нет шанса ну вот последний раз да у меня был шанс я напал на другого мирного зомби а этот прятался и в общем мне все равно прилетело по пашке так мы вроде как сюда шли да отодвинься ты ау пройди пожалуйста спасибо ммм сейчас надо осталось только вспомнить вот эта хилочка вот она синим светится даже veins но даже синим светится я не помню тогда она светилась синим или нет а и его возьму с собой и дан они использована и пока что то есть все хорошо все нормально и мыло тут все таберта ту по мелочи ничего такого нету идем сюда здесь же у нас было чтиво да здесь вот эта вот записка которую табличку беру чтобы не перецепились давайте заново прочитаю чтобы она нам засчиталась а я не помню ее брался бы видимо да потому что посмотрела она исчезла ладно согласен давайте записки и книжки собирать там вот чувак я не знаю у меня он там ходит с чем-то она не знаю что они мне могут грохнуть короче так вот список список того чего так ну все я это все может читать извините по второму разу просто не буду это палаты да вроде как тут получается с этой стороны дверка есть там два чувака и один по моему агрессивно настроен но мне показалось там есть что-то интересное я пока не уверен хочу ли оттуда идти давайте запомним что она там есть давай ты ко мне пожалуйста не будешь подходить эти очень прошу так а вот это тот коридорчик по которому я в эту сторону не дошел да 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 все я понял тут у нас заперто прикинь значит той стороны возможно так напоминаю себе что я щас без шлема так что надо остерегаться ударов по тыкве соперники с длинным оружием для меня пока проблема надо определиться это потому что у меня нету длинного оружия оружие или это потому что я пока так плохо дерусь или все вместе ну да вот крематорий гробы все что мы с вами видели ай блин я честно говоря теперь не хочу туда идти он кстати щит мне там показалось бесполезным потому что он не это не рубящими ударами а он как-то сверху вниз этим серпом бил и наносит он урон просто там зверский какой-то блин если не придется ай я не хочу к нему идти второй раз вон там какой-то чувак но я не знаю агро не агро вроде как нет или он меня не заметил или он не агро отпусти ногу спасибо вон чувак но он вроде тоже ко мне без претензий о мы тут не были так забытая сила забытая сила неизвестного автора согласно этой книге люди могущественные бессмертные существа забывшие свою истинную природу проживая свою жизнь под определенным моральным устоем исполняя определенные ритуалы соблюдая строгую диету вы можете достичь великой силы и в конечном счете разблокировать свое священное бессмертие спящие все больше и больше намеков про магию нам дают я вас понял бессмертие я не я бы не отказался я бы не отказался учитывая ситуацию в которой я нахожусь и место в котором я нахожусь я бы не отказался от бессмертия поверьте мне ох тут че-то прям комната ой-ой-ой-ой карамба так житие линуса фендрика житие линуса фендрика автор неизвестен известная книга с еще более известной историей вокруг нее часто читаем ее матерями с матерями своим маленьким детям получи поучительная история о темных и зловещих атрибутах тауматургии фендрик был одаренным некромантом потерявшим молодую жену и троих детей в какой-то ужасной катастрофе из-за этого он был обречен заняться некромантией в надежде воскресить их но не но не традиционными прямыми воскрешениями мертвых а с полным сознанием и пониманием его методы и эксперименты были весьма подлыми похищение пытки убийство удержание тел своих удерживания тел своей семьи в состоянии между жизнью и смертью в течение 40 лет его преступления были многочисленные но ни к чему кроме неудач и отчаяния так и не привели линус фендрик линус фендрик некромант понял я не знаю если вы не спросите зачем я собираю книги я не знаю так свиток блин у нас опять время давайте ребят ладно с одной стороны я желаю чтобы а я я чувствую нарастающие благоговение к савину кто бы это ни был с одной стороны я желаю удовлетворить его и обещаю ему но такие мысли ведут меня к злости я одна я однажды поверил я однажды верил что есть дружба между нами но я думаю что возможно это было основано на каких-то а на страсти они совместных интересах он а а он блин как бы это все сложить я пытаюсь одновременно и перевести прочитать в общем то что ну как бы казалось что есть общие интересы которые ну как бы общие какие-то вещи которые нас ранят это все могло у нас поместить под угрозу и в некие привести к каким трудностям я всегда боялся или боялась я уж тут не знаю сейчас исходя из того что я читаю но у меня также всегда уважали быть увезенным от своего же дома крестьянами предложение не знаю не имеющие особого смысла короче кто то что то кого то опасался так тут у нас куртка а отрежуще хорошо но у меня лучше это свеча это меч меч карл я наконец нашел не нож не тесак не секиру меч так его через так и булава стоп а запасная у нас это что это тоже булава три с половиной два полтора три с половиной два полтора то же самое да но теперь у нас есть меч ха-ха что-то мне вспомнился этот крепкий орешек теперь у меня есть автомат хоу 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 меч длиннее и это меня устраивает потому что на мой взгляд это была моя проблема вот эта штука длиннее и теперь мы сможем лучше ну-ка да радиус замаха у нас теперь больше стал суперски что в комоде кто-кто в теремочке живет или мы это уже отбирали коробка а что в коробке так тут у нас мыло ложки поварешки тарелки ау чья-то рубашечка лежит очень подозрительно очень на полу не знаю черту эту рубашку так несмотря на парочку неприятных инцидентов я считаю что я получил некие ответы блин не кнопками управлять не знаю я вот туда в самой битве решил по управлять кнопками это закончилось все немножечко плачевные опять же это из-за моего коса к собачья косоручие всякого такого я понимаю что я просто не умею поэтому эту рубашку наверное вот сюда вот положим то она просто лежит на полу мне неприятно когда вещи лежат на полу и на этом мы пожалуй сегодняшнюю серию даже закончим я вижу что у меня там мигает плюсик при следующей загрузке в игру я обязательно распределю какой-нибудь навык этот куда-нибудь минусы то что нас убили и то что я пока не знаю как бороться с оппонентами с длинным оружием плюсы то что у нас есть некий чекпоинт и не приходится начинать сначала ура то что мы нашли меч ура и то что мы нашли хилочку избежав глобальной драки что нам не пришлось ее использовать я нахожу это тоже плюсом теперь ребят к вам вопрос прям вот к вам да к тебе дорогой зритель вот ты сейчас смотришь кроме всего того прочего что я просил написать в комментах напишите еще пожалуйста что я здесь делаю то есть если я ищу выход и как он должен выглядеть я так уже немножечко понял из того что здесь есть некоторые уровни есть первый второй третий уровень то есть вот карта вот эта которая у меня сейчас есть эта карта первого уровня как мне из него выйти вот этот выход в пещеры это был выход из уровня и я что-то не так сделал или выход выглядит совершенно по-другому и что мне здесь как бы просто походить по исследовать да я похожу по исследую следующая серия будет как раз наверное об этом это без проблем я хочу понять что я здесь делаю чего и ищу и как мне пройти дальше то есть у меня до сих пор остались очень большие вопросы как раз по поводу вот того выхода в пещеру потому что туда ведут две дороги и логически он офигеть выглядит как выход с уровня но я там просто упал и разбился к чертям хотелось бы этого не повторять хотелось бы выйти по-человечески если там есть скажите если про просто неправильно делают чуть-чуть не туда пошел так и скажите если мне вообще не туда и выход вообще не в той пещере а где-то с другой стороны есть какая-то лестница что-то где-то то хотя бы скажите что не говорите где вот пойди туда-то в ту комнату нет просто скажите вот ищи вот это вот а это выход там пещера или лестница или подъем или люк или еще что-то вот выход с уровня пожалуйста на ищи у тебя есть карта обходи тут все область но найди по крайней мере чтобы я знал что я ищу все пока я не прогрыз вам все мозги давайте заканчивать серию тут есть над чем поразмыслить русификатор сработал примерно на половину что-то мы смогли прочитать что-то мне пришлось переводить прямо на ходу ну такое возможно чуть кривой перевод можете лучше переведите лучше вот в общем как то так на этом все спасибо что были с нами всем удачи добра поправа все молодушек всем покеда а а Субтитры сделал DimaTorzok